здравствуйте друзья у нас в студии егор который приехал из подмосковного города как называется мытищи мытищи как давно приехали то я 16 марта в калифорнии 16 марта а у нас как давно здесь в школе с апреля вроде с 30 апреля хорошо но вы вот я помню вы на на практику пошли это ваша первая в жизни работа оплачиваем это да но сколько месяцев вы там про на 4 недели ровно 4 недели первую получку первую получил тот сразу нас как принес там в семью чай там какие-то к столу конфеты значит и вот мы его раз из и заснимем раз в раз гофис пришел вам вот 17 исполнилось там недавно да когда мы начали то значит а вот нет ощущения что все вокруг такие большие а вы как бы такой юный вроде маленький или так вроде незаметно честно говоря я бы не сказал конечно там они не чувствуют там самый большой всех там да есть такое а вот компания где вы работаете там в демографическом плане что за народ в основном американцы индусы и русских очень даже есть китайцы вроде бы я не есть я знаю то что китайцы второго поколения то есть они как бы американцы ну да они уже как бы американцы вы кто-то доминирует вот так количественно кого больше всего ну скажем у нас большой достаточно офис и я по всему офису не гуляю то есть а в основном где мы сидим то есть где наши ки и тим наши ки и тим в основном преобладают русские хорошо вот эти русские они вам не мешают там английский изучать нет такого что все по-русски говорили да нет там иногда получается наоборот забавная вещь начинаешь по-английски переходишь на русский потом начинаешь комбинировать слова в итоге вообще путаешься но в агре порты там русские слова не вставляет и не такого нет а есть что-то вот все-таки вы первый раз на работе первый раз как в американском таком корпоративном окружении вот что-то есть такое неожиданное приятно неожиданное не приятно неожиданное скажем так немножко удивлю не то чтобы удивило было непривычно отношения и постановка как сказать режима работы то есть никто никого не ходит не заставляет как россии делают делают не делают не делают если в основном все делают но если не делают и мы не будут не заставляет ничего его просто возьмут и предупреждение сделать то есть все очень либерально то есть люди сами мотивированы на то чтобы работать и ну да не из подпалки рада ну хорошо а вот какие такие есть там ну я не знаю бесплатная там еда напитки да у нас бесплатная кухня полностью то есть включая соду конфеты сладкая еду привозят бесплатно приводит ланчи раз неделю и есть релакс зона где у нас разные игры хоккей и гольф даже есть и playstation не знаю у каждого свои интересы то есть народ там забавляется стол теннисный пинг-понг да пинг-понг ну че же хорошо а вот тестирование все-таки вы как-то неожиданно для вас было что это такое или вы еще до приезда сюда там начали разбираться лекции слушали там нет никак вообще у меня был небольшой я взял онлайн курсы по нетворкинг это мудро это научил кто-то или вы сами так это ну это получилось через моего папу он это очень мудро очень взяли при университета курсы онлайн и скажем они были очень очень информативные то именно смысле подразумевалось то что люди понимающие и когда у тебя есть уже определенный бэкграунд ты просто сидишь и на тебя очень много информации идет и это хорошо это лучше чем когда одну маленькую когда просто информацию просто рожет 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 чисто мне и когда я получил оттуда наверно за месяц за 4 курса там я очень просто у нас школе мы жуем одну маленькую штучку все время или у нас тоже из поток а вот это интересно тут есть то этот утреть и она любителя то есть то есть все зависит от уровня человека зависит от преподавателя здесь преподаватели которые разжевывают а есть такие которые несутся я но если целением advanced да если селением advanced это подразумевает уже что у тебя есть базовые на навыки и на каких-то базовых вещах на базовом селением например тебя не будет ты не будешь ну Подрывается, что ты это узнаешь, ты не будешь задавать вопросы. Ну и Advanced там уже, Java, JUnit. Да, Java, JUnit такой. А вам из того, что вы в школе у нас проходили, вам что реально пригодилось, когда вы пошли в компанию, оказались, что-то было такое сказать, вот учили, раз их делаю и приставили? Или это общее видение, может быть? Мобилтестинг пригодился, да? Да, спасибо учителю. И в это там. И в это. Мне казалось, что она так много всего в этом курсе дает, что человек не в состоянии это как-то освоить, уж очень много. Ну, вот это мне, вот это мне, мне вот такие просто курсы по себе нравятся. Я знаю людям, которые такие не нравятся, я начинаю засыпать на уроках. Мне нравится, я люблю много информации. Ты начинаешь анализировать и запоминаешь много. Потом Selenium, естественно. И в принципе я не говорю про SQL. Ну да, там у нас мало. И использую Jira, там своя специфика, JQL, это немного, ну, принцип понял со SQL, а оно используется. Давайте теперь, вот какую вещь, вы успели школу закончить, да, там, дома? А я здесь взял Equivalent of High School Diploma. А, то есть вы получили, сдали ее, да? Я взял HSP, так называется, то есть California High School Proficiency Exam, и он by low, он принимается как эквивалент High School Diploma. То есть я могу с ним пойти в любой университет, в любой коуч. То есть вы сдали его? Да, я его сдал. Отлично. То есть вы, какой у вас план по части продолжения обучения? Я бы сейчас хотел найти, я не знаю, full-time или контракт-позицию, но чтобы она, главное, была интересной, и, конечно, желательно с Automation. Хотя, если там будут использоваться интересные tools, и она будет manual, и проект будет интересный, почему бы нет? А года через полтора-два, я думаю, я уже уйду на хороший уровень, у меня будет хорошая зарплата, и потом можно будет подумать о продолжении обучения в хорошем колледже. Ну да, у нас есть, на самом деле, Бёркли, есть экстеншн Бёркли, и, на самом деле, я знаю, ребят, ну, они бакалавра, может быть, не те-то получают, а, скажем, на мастера, в Стэнфорд идут. Очень неплохо там и с народом познакомиться. Ну, или пойти на два с половиной года или три года там в комьюнити кауч, и потом сделать трансфер в хороший колледж. Ну да, но это уже тогда работать и совмещать, ну, народ здесь учится и работает. Нет, это реально. Реально, да. Ну что же, давайте мы тогда ребятам пожелаем там хорошего настроения всем, потому что в мире много такого происходит, что может настроение испортить, а мы не поддаемся и жизнерадостно движемся вперед. Да, есть такое. Отлично. Итак, помахали всем. Удачи. Счастливо.